Приветствую вас! Смотрите, вы уже взрослый человек, чтобы самостоятельно решать, чем вам заниматься, что вам делать и так далее. То есть, я полагаю, что дядя не имеет над вами никакой реальной силы, ну, потому что он не вправе ограничивать вас. Вот, он не вправе мешать вам делать то, что вы хотите. Вот. Это нужно понимать. Это первое. Второе. Если вы твердо уверены в том, что... То, что вы хотите делать, это ваше. Если вы, если вы знаете, что, вот, то, что, ну, вам хочется. Это прямо ваше, что вам нужно это делать. Другие люди, они никогда не будут одобрять то, что вы делаете, не будут позволять вам этого. Потому что таковы уж люди, к сожалению. Им не очень нравится, когда другие выбиваются, когда другие выделяются, когда другие делают то, что хочется. Понимаете? Вот. И боятся этого. Боятся. 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 Поэтому вам данный аспект необходимо принять. Вот. И воспринимать это как своего рода проверку. Проверку на прочность, проверку на искренность, на искренность и истинность того, что вы хотите. То есть, грубо говоря, если вы действительно хотите вот этого, да? То есть, ну, действительно хотите заниматься тем, чем вы, ну, чем вы занимаетесь. Вот. Что я думаю, что никто, никто вас не остановит. В том числе и дядя. Вот. А если есть сомнения на этот счёт, да? То сомнения, это уже особенности ваши, это уже особенности ваших, вашего отношения к себе. И здесь нужно разбираться. Здесь нужно разбираться. В чём именно вы сомневаетесь, чего именно, чего именно боитесь. Вот. Ну, как правило, страх перед наказанием того же дядя, тех же родственников. Или это может быть, значит, страх ошибки, если вам это, ну, как-то вот, знаете, неправильно внушили. То есть, если вам это сказали, что вот ошибка, это очень плохо, и так далее. Вот. Понимаете, какая история. История. Вот. То есть, если вы не привыкли адекватно, адекватно относиться к, ну, к ошибкам. Вот. Свои, свои. Вот. Я полагаю, что это, вот, то, что вам можно ответить. Другой момент. Другой момент. Другой момент. Если вы боитесь именно, допустим, своего дядю, другой момент, если у вас есть какие-то проблемы именно с дядей. то есть, что это, отношения с ним вам не позволяют сделать свой выбор. То есть, ну, грубо говоря, вы чувствуете вину, например, или будете чувствовать вину, если сделаете так, как хотите. То есть, это такая своего рода гиперответственность. Понимаете? Ну, вот. Если это в этом дело, то от этого тоже можно избавиться. То есть, как бы, отграничить свою ответственность и ответственность другого человека. Ну, вот. Но, принимая во внимание традиции, возможные у вас, я думаю, что сначала нужно обсудить ценности, которые у вас есть, ваше отношение к ним. Ну, вот. И критика. Критика, критика и еще раз критика. То есть, здоровая критика вообще всего. Именно в контексте пользы для вас. Это то, что вот необходимо. Так что вы выбирайте себе психолог и начинаете работать. Дядю уговорить не получится. Потому что, если дядя хочет защитить вас, ну, от чего-то, да, от чего-то, неважно от чего, от чего-то он хочет вас защитить. там, не знаю, не знаю, допустим, от возможных негативов каких-то, да, ну, в том же актерствах. То он успокоится только после того, только после того, как вы покажете ему, что ничего странного не произошло. Ну, вот. Вообще, вообще. то есть, опять же, говорить что-либо бесполезных уговаривать подбирать слова бесполезных. Только действовать. Действовать. Действовать это единственное, что вы можете сделать. Понятно, да? Я надеюсь. О чем идет речь. Вот так. На этом. На этом. У меня все. Надеюсь, шпион. Вам. Понравился. Мой ответ. Надеюсь, шпион. А если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Мой ответ. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.